Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Наш канал для тех, кто любит шить классную одежду. Сегодняшний видео мастер-класс посвящен любителям непрозрачного белья. И сошьем мы с вами вот такие классические слипы. Они очень комфортны, удобны в носке, шьются легко и быстро. В видео мы покажем несколько фишечек, чтобы изделие было более красивым и комфортным. Смотрим. Что вам потребуется для изготовления трусиков? Прежде всего кулирка. Используйте для белья самую тонкую кулирку или кулирку с лайкрой, плотностью от 160 до 180 грамм на квадратный метр и качество пенье. Для ее изготовления используется длинноволокнистая пряжа, из-за этого она не дает усадки, эластичная и не образует катышков. Кулирка может быть вот такая вот, лазерной вязки. Видите, на ней как будто вывезен узор. Основной фон сеточка и более плотные цветы и листья. Кулирка может быть с принтом. Кулирка может быть однотонная. Это зависит от ваших предпочтений. Для повседневных трусиков кулирка это лучший вариант. Если вы шьете из трикотажа, то у вас наверняка остаются лускутые кулирки после раскроя изделий. Их и можно использовать для изготовления белья. Дальше нам понадобится эластичная резиночка. Она может быть различной ширины. Обычно от 5 до 8-10 мм. Край этой резиночки украшен красивым фистончиком. Резинка имеет лицевую и изнаночную стороны. Они отличаются. Лицевая всегда более выразительная, более приятная для глаза. И выбирайте резиночки помягче, чтобы в изделии они вам не давили. Иглы выбирайте стрейч или суперстрейч толщиной 75-80-90. Ниточки выбирайте потоньше. Вот эти вот нитки Аман. Толщина у них 120. Они тонкие и очень прочные. Строчка, сделанная такими нитками, получается очень качественной. Также вам понадобится водорастворимый маркер и линейка для разметки припусков и резинок. Резиночки могут быть как в цвет вашей кулерки, так и контрастные. Что еще можно использовать для изготовления белья? Сейчас популярны модели из сеточки. У нас вот есть такая сеточка с принтом. Это итальянская сетка, очень хорошего качества. Она упругая, хорошо восстанавливает форму, но в то же время шелковистая и очень приятная к телу. Модель из этой сеточки мы покажем в одном из следующих видео. Еще можно использовать, конечно же, кружево. Огромное разнообразие кружева по качеству, по растяжимости, по цвету. Каждый может найти то, что ему нравится. Можно сочетать различные материалы между собой. Например, эта сеточка очень хорошо подходит к кулерке с фламинго. То есть можно перед трусиков сделать, например, из кулерки, а спинку трусиков из сеточки. Либо наоборот. Здесь уже включается дизайнер. И мы начинаем фантазировать и придумывать для себя интересные модели белья. Какой же выкройкой пользоваться при изготовлении белья? Мы пользуемся той выкройкой, которую мы построили самостоятельно. Если у вас нет проверенной выкройки трусиков, то вы можете скачать выкройку из свободного доступа в интернете. Вот, например, один из наиболее популярных вариантов. Эти выкройки широко распространены в интернет. По ссылке, которая будет находиться под видео, вы сможете скачать такую выкройку нужного вам размера. Прежде чем работать по этой выкройке, обязательно отшейте пробник. И проверьте посадку, потому что неизвестно, на какой процент растяжимости рассчитана данная выкройка. Если вы хотите научиться строить выкройки белья и не быть привязанным к тому, что сделал уже кто-то, то тогда следите за объявлениями. В январе вас ждет что-то интересное. Выкройка трусиков должна быть с припусками на швы. Это лекало. Гораздо проще нарисовать припуски на бумаге, чем на скользких и полупрозрачных бельевых тканях. Ширина припуска у нас варьирует в зависимости от способа обработки. В основном ширина припуска равняется ширине резиночки, которую вы будете по этому срезу притачивать. Потому что нам удобнее будет край резинки уравнивать с краем припуска. Мы выкроили детали трусиков по лекалу. Лекалу включают в себя и припуски. И первое, что мы будем делать, будем вшивать заднюю деталь трусиков между передней и ластовицей. Обратите внимание, что ластовица внутренняя. Выкроена без припуска на швы по вырезу контура ноги. Мы это сделали для того, чтобы снизить толщину под резинкой и сделать трусики более удобными. Здесь видно на крое, здесь видно на выкройке. На всех деталях кроя посередине необходимо сделать рассечки. Это нам облегчит сборку. Не придется искать середину. Она будет уже размечена. Теперь мы берем переднюю деталь. На нее укладываем заднюю деталь трусиков лицом к лицу. Совмещаем рассечки и фиксируем булавочками. Поставили булавочку посередине. Совместили края с одной стороны и с другой стороны. Вот так сколоты детали. Теперь со стороны задней детали трусиков мы укладываем ластовицу лицом к изнанке. Также совмещаем рассечки и фиксируем булавочками. Но деталь ластовицы была выкроена без припусков на швы. Значит она должна закончиться, не доходя 1 см до края трусиков. Совместили одну сторону, совместили другую сторону. Здесь также она не доходит на 1 см до края трусиков. И теперь уравниваем и совмещаем все три среза. Для того, чтобы этот шов был более комфортным, стачивать все эти три детали мы будем обычной прямой строчкой на швейной машине. И оверлоком этот срез обрабатывать не будем. Мы его подрежем на 0,5 см. И он будет мягкий и практически незаметный. Строчка проложена на 1 см. Проверяем качество с одной стороны, с другой стороны, чтобы у нас не было защипов, потому что срезы не прямые, а скругленные. После того, как убедились, что все сшито качественно, припуски подрезаем наполовину. Пальцами я контролирую, чтобы у меня лишняя ткань под ножницы не попала. Припуски срезаны. И теперь мы разворачиваем ластовицу, разворачиваем заднюю деталь. И должно получиться вот так. Изделие повернуто на изнаночную сторону. Ластовица лежит на передней детали, изнанкой к изнанке. Теперь нам нужно отутюжить вот этот шов, обметать передний срез ластовицей и по вырезу оката ноги приметать ластовицу к передней детали, для того, чтобы при втачивании резинки она у нас не смещалась. Приметали ластовицу по вырезу оката ноги и по переднему обметанному срезу тоже. Следующим этапом мы должны притачивать резиночку к вырезу оката ноги. Переворачиваем трусики на лицо. Мы будем использовать вот такую мягкую резиночку шириной 8 мм. Здесь самая большая сложность, чтобы длина резинки по одному окату равнялась длине резинки по другому окату. Чтобы разметить правильно и одинаково, мы с вами сделаем так. Срез оката ноги через каждые 6 см поставим отметочки. Возьмем водорастворимый маркер и с помощью линейки или сантиметровой ленты поставим эти отметочки. А на резинке, учитывая, что она не жесткая, мы поставим отметки через 5,5 см. Потом равномерно отметки совместим и будем притачивать резиночку швом зигзагом. По одному вырезу оката ноги меточки мы нанесли. Чтобы получилось все одинаково, теперь мы перегибаем трусики пополам, уравниваем шов притачивания ластовицы и просто переносим эти метки на другую сторону. Поэтому, если там где-то на пару миллиметров сдвинулись, с другой стороны все равно получится одинаково. Что касается разметки резиночки. Мы отступаем обязательно пару сантиметров от края. Так нам легче будет начать строчку. и размечаем резиночку через 5,5 см. Потом эти меточки мы будем совмещать с разметкой на трусиках. Здесь обратите внимание, что резиночка у нас имеет лицевую и изнаночную стороны. На лицевой, посмотрите, ярче фистончики. Они немножко блестят. По изнанке они матовые. Пришивать мы ее будем лицом к лицу трусиков. Поэтому меточки мы ставим на изнаночной стороне. И резиночку не торопитесь отрезать от общего, так сказать, рулончика. Приколем, все проверим. Потом можно будет отрезать. Берем деталь трусиков и лицом вниз. Хвостик оставляем за изделием, а меточки совмещаем. Вот совместили первую метку с краем изделия. И дальше, видите, они у нас не совпадают. Как раз на 0,5. Мы немножко подтягиваем резинку. На трусиках образуется избыток. То есть мы будем притачивать резинку, слегка натягивая. Швейная машина нам ее немножечко зигзагом раздавит. И в готовом изделии срезы получатся практически одинаковой длины. Должна получиться у вас вот такая картина. Конечно, разметка занимает некоторое время. Но это самый простой способ сделать эти два среза абсолютно одинаковыми. Ну и потом мы шьем себе любимым. Куда нам торопиться? Пусть все будет сделано идеально. Притачивать резиночку мы будем швом зигзаг. Параметры зигзага лучше подбирать под каждую ткань индивидуально. Мы будем использовать 2,4 мм это длина стежка и 2,4 мм ширина стежка. При прокладывании строчки зигзаг нужно обращать внимание, чтобы левый вкол иглы приходился у нас на основании фистонов. Этот край резиночки пока у нас останется свободным. Когда прикалывали резинку, обратите внимание, что срез трусиков и срез резинки у нас совмещен. Впоследствии вот этот припуск мы будем подрезать. Для того, чтобы снизить толщину под резиночку. При притачивании нужно следить, чтобы вот этот вот край среза трусиков под резиночку у нас туда не убегал. То есть вы когда притачиваете, вы должны краешек среза трусиков постоянно видеть. Здесь скругленный срез и когда мы чуть-чуть натягиваем резиночку, он у нас будет стараться выпрямиться. Поэтому нужно за этим следить. Вот так чуть натянули, пальчиком прижали и продолжаем строчку до следующей булавки. Резиночку притачивали. Вот так выглядит с лица. Вот так выглядит с изнанки. Из-за того, что мы с вами размечали срезы трусики 6 см, резиночку 5,5 см, по всему срезу оката ноги образовалась, посмотрите, вот такая легкая-легкая сборка. Но она очень равномерная. И с одной стороны, и с другой стороны. Теперь нам нужно срезать вот этот вот лишний припуск. Резиночку мы не трогаем. Резиночка будет вот так у нас отгибаться. То есть мы ножницы между кулиркой и резинкой ставим. И вот так аккуратненько, стараясь не порезать строчку, лишний припуск подрезаем. Вот посмотрите, получается, что под резинкой мы снизили толщину. И когда мы ее вот так с вами отвернем и будем притачивать по второму краю, срез у нас получится более тонким и более комфортным. Теперь мы аккуратно отгибаем резиночку наизнанку. В области ластовицы следим, чтобы резинка срез ластовицы прикрыла. И чтобы вот с этой стороны не было наплыва в ткани на резинку, чтобы все фистончики были хорошо видны. Также фиксируем булавочками. Аккуратненько все расправляем, выправляем. И после того, как мы все приколем, мы будем прокладывать вторую зигзагообразную строчку. И она у нас пойдет вот по этому краю резиночки. То есть левый вкол иглы будет очень близко по этому внутреннему краю резинки. Кому-то удобнее с лица прикалывать, кому-то с изнанки. Конечно, контролировать наплывы ткани нам лучше с лица. Поэтому можно развернуть изделие к себе лицом и ставить булавочки с лица. По булавкам, конечно, строчить мы не будем. Мы их будем при приближении машины вытаскивать по ходу движения машины. Вот, посмотрите, должно получиться у вас вот так. Так, притачали резиночки по вырезам оката ноги справа и слева. Нам нужно проверить качество работы. Зигзаг идет на одинаковом расстоянии от края. Легкая-легкая сборочка по ходу резинки. Резинка не фалдит, пришита равномерно. Теперь с изнанки нам нужно проверить, захвачен ли срез ластовицы. Мы это контролируем, когда притачиваем внутренний срез резинки. Вот здесь, проходя по ластовице, чтобы срез был под резиночкой. Проверяем, что у нас все надежно закреплено. Теперь можно удалять сметку по вырезу оката ноги. Сметку по переднему срезу ластовицы пока не трогайте. Будем стачивать боковые швы. Совмещаем срезы одного из боковых швов. Скалываем булавочками. Там, где резиночки накладываются друг на друга, следим, чтобы пересекалось именно то место, куда у нас придет строчка. Тогда мы развернем, и у нас будет плавный переход резиночки с передней части на заднюю. Не будет никаких уступов. Припуски по этому срезу у нас были оставлены в 1 см. Поэтому от края мы отступаем 1 см и смотрим, чтобы именно в этом месте фистоны резинок у нас совмещались. Вот таким образом. После того, как проложим строчку, резиночные хвостики подрежем. Прокладываем на швейной машине обычную прямую строчку. Строчку проложили. Срезы подрезаем наполовину. И этот срез обметаем на оверлоке. Вначале боковой шов. Обработали его оверлоком. И на припуске поставили закрепку трехшаговым зигзагом. Настройки ширина зигзага 7,0. Длина стежка минимальная, возможная для вашей машины. У нас это 0,2. Поэтому закрепка получилась практически на месте. Так она выглядит с изнанки, так она выглядит с лица. Мы здесь использовали немного неподходящие по цвету нитки, чтобы вам хотя бы было видно, какая проложена строчка, какая ставится закрепка. Если бы это было не учебное видео, естественно, ниточки были бы подобраны тон в тон. После того, как стачали боковой шов, мы проводим такую же процедуру разметки, как мы с вами делали по вырезу оката ноги. Только размечаем мы с вами верхний срез трусиков. На изделие мы ставим метки через 6 см, на резиночки через 5,5 см. И технология притачивания резинки будет у нас такая же, как при притачивании резинки к вырезу оката ноги. Также берем линеечку, водорастворимый маркер и ставим меточки через 6 см. И так размечаем весь срез. Берем резиночку и на ее изнаночной стороне также отступаем сначала пару сантиметров, а резиночку размечаем по 5,5 см. Резинку к срезу трусиков по талии притачали швом зигзага. Подрезали излишний припуск с изнаночной стороны. Получилось, что резиночка у нас немножечко выступает. Следующим этапом мы отворачиваем резиночку вот так. Фиксируем булавками. И по верхнему срезу, и по срезу талии резиночку будем притачивать трехшаговым зигзагом. Ширину зигзага поставим максимальную. У нас это 7 мм. А шаг зигзага поставим 1,4-1,6. Вы, наверное, обратили внимание, что в процессе работы изделие у нас поменяло цвет. На самом деле сначала-то мы шили вот эти вот трусики. Но у нас новый микрофон. И когда мы снимали вторую часть мастер-класса, забыли включить кнопочку. Она у нас получилась без звука. Порой готовый изделие рука не поднялась, поэтому мы оперативненько сшили еще одни трусики. Поменялся только цвет, а вся обработка у нас осталась прежней. Также начинаем работу с резиночного хвостика. И при прокладывании строчки смотрим, чтобы правый вкол иглы приходился у нас в основание торчащих фистонов. Тогда резинка будет притачена очень аккуратно. И по пути разворачиваем припуск. Устраняем наплывы трикотажа на резинку. Чтобы фистоны видны были одинаково по всей длине резинки. Резиночку притачали. Вот так строчка выглядит с лица. Вот так она выглядит сознанно. Красиво, когда строчка захватывает всю ширину резинки до фистонов. Последняя операция, которая нам предстоит. Сточать боковой шов на швейной машине, для того, чтобы оверлок нам не сдвинул слои ткани друг относительно друга. И обметать на оверлоке. После этого поставим две закрепки. И изделие готово. Скололи второй боковой шов. По верхнему краю совместили фистоны. По нижнему краю проверили, чтобы фистоны у нас пересекались в том месте, куда придет шов. Для того, чтобы переход фистонов был вот такой вот равномерный. С передней половинки на заднюю. И будем прокладывать обычную прямую строчку. Ширина шва 1 см. Строчку проложили. Припуск обметали. Теперь берем хвостик оверлочный, укладываем его на припуск. А припуск отворачиваем на заднюю половинку. И ставим закрепку вот здесь на краю припуска. Закрепка будет сделана трехшаговым зигзагом. Ширина максимальная. Шаг зигзага минимальный для вашей машины. А потом то, что вот останется свободное, мы просто спокойно подрежем. Шов боковой второй стачали. Хвостики оверлочные подрезали. Вот так выглядит закрепочка с изнаночки. Вот так выглядят эти закрепочки с лица. И последнее, что нам нужно сделать. Таким же трехшаговым зигзагом притачать передний срез ластовицы. Это можно делать и с лица, и с изнанки. Как вам удобнее будет следить за ровностью строчки. На готовом белье мы смотрели, иногда вот этот передний срез ластовицы остается свободным. Но нам удобнее все-таки его притачать. Ластовицу притачали. Теперь ее передний край фиксирован. Вот такая красота у нас получилась. На изготовление подобных трусиков у нас обычно уходит 35-40 минут. Вот такой красоты мы нашли, пока снимали этот мастер-класс. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нашим соцсетям. Ссылки вы найдете в шапке канала. Шейте с нами, шейте как мы, шейте лучше нас. С вами был Швейный Советник.